Вот Ашан странно видит, что парковка совершенно пустая. Ашан же вроде бы продуктовый магазин. Он должен работать. Субтитры подогнал «Симон» Подъезжаем вот к дому у нашего сына. Но видеться не будем так издалека. Заберем тут кое-что и поедем дальше. Считайте, ребенка даже не обнять. Потому что они общаются с людьми. Большой круг общения. И мы не хотим рисковать. Лечение сейчас обходится очень дорого. Но переболеть это еще одно. А вот очень плохо то, что ужасные последствия после вируса. Вот вроде бы человек переболел не такой уж в серьезной форме. Никакому аппарату не подключали. А прошло уже сколько? Почти полтора месяца. Состояние не улучшается. Давление держится 200 на 100. И вот так многие люди жалуются, что ковид бьет по самому больному месту. И выявляет те болезни, о которых давно уже забыто. И желудок, и сердечно-сосудистая система. Все страдает. Поэтому надо быть очень осторожным и вылежать после болезни. Не идти сразу на работу. Вот и все промышленные товары закрыты. Ничего нельзя купить из этого. Все лентой ограждено. Вот этот ешь. Готово. Ну вот этот толстый возьми. Я хочу этот сразу в рот запихнуть. Ну так этот большой мне не утопло есть. А я этот размажу. Да ну тебя. Размажет он. То эти пирожные 3 гривны стоят. С белковым кремом. Очень даже ничего. Жена мне заставляет брать эту лепешку. А лепешка чем плоха? Ее надкусишь. С нее все выдавится. Упадут на мою чистую куртку. Ну не смешишь меня. Поэтому способ и метод вот такой. Берете вот такой предмет. И дабы не мучиться и не выдавливать ничего с него. Взяли. Облежи губу лучше. Раз, два, три. Вот это у нас такой обед в машине. Боже, какая прелесть. Когда во рту много сладкое и приятное. Он любит вот напихать полный рот. А не эти кусочки дробить. А я тебе понемножку. Давай заканчивай, да поехали. Просто великолепие. На. Устрывай это тетя. Ты же не хотел покупать. Вот зачем мы будем это покупать? Они внешне... Что, дура плохой покупать? Они внешне такие неказистые. Просто неказистые. А в итоге оказались очень терпимо. Мы их уже покупали. Ты просто не помнишь. А я помню. Дабы не нарушать традицию. Этот вареничек точно так же. Одним ходом. Ну, сейчас подавлюсь. Внутреннюю часть выверни. Внутреннюю часть. Внутреннюю часть я сказал. Да что тут... Вот так, да. И тирой, тирай. Сейчас у нас осталось одно очень важное дело. Мне надо купить корм для кошки. Кошка просто сидела на подножном корме. Страдала бедная, но пыхтела и ела. Ежа только сухой корм. Сейчас хочу купить ей разного корма. Ну, за кошками лучше и качественнее ухаживать, чем за супругой. Купила каких-то вареников, напихала меня их. А кошке и такой, кормися, а какой корм. Да кошка разве с тобой сравнится? Кошка что, поела и лежит целый день? Ну, так вкусно в машине. Знаете, давно никогда не ездили. Мы все время как-то передвигаемся. И все время машина у нас был такой спутник. Как шлен семьи. Ну, а теперь мы сидим дома. А это вот так сидим. Ну, как-то выехали. Так приятно в машине посидеть. Да мне вообще приятно даже по улице проехаться. И что? Что на улице просто так уже снежок пролетает, а в машине так уютно и классненько. Просто прелесть. Вот это мой любимый магазинчик, в котором я покупаю корма. Я вас не снимаю. А вот у них всегда акции. Вот я поэтому прихожу к ним, всегда я беру. Сейчас вот я возьму роял конин килограмм. 192 гривны. Это очень хорошая цена. Проплан возьму. Проплан же супер премиум класса, да? Да. 206 гривен. Короче, Маруся будет сегодня в шоколаде. Субтитры подогнал «Симон» Вот у нас какая тут красота на оболоне. Дома такие шикарные. Вон там такой дом я вам показывала. Там вообще такие квартиры шикарнёчие. А сейчас вам вот что покажу. Видите, как у нас люди ездят. Вот так дверка у него закрывается. Такой молодец водитель. Машина, конечно. Это выгляди сейчас рассыпется в пух и прах. Это не на моего мужа. Плоская. Плоская. Покажите мне ещё, пожалуйста, плоскую тёрочку. Вот такая тёрочка. Менка. А где плоская? Ага. Сколько она стоит? Да. Давай темнее. Видите, какая у нас красота здесь. Вместо ёлки. А мне сюда. Вот какой вывод я могу сделать из своей поездки в Киев? Очень свободно ехать. Нигде нету пробок. Нигде нет машин. Работают только продовольственные магазины. И в них перекрыты все отделы, которые продают непродовольственные товары. Почему? Не знаю. Всё равно человек пришёл. Наверное, чтобы ограничить количество людей в магазине. Но работают ещё аптеки и магазинчики для кормов. Что тоже не может не радовать. А в основном люди, конечно, боятся вируса. Те люди, у которых знакомые, как у нас, и родственники переболели короной, они опасаются. Те, которые не сталкивались с этим, махают на это рукой. Это ерунда. Маски не надо носить. Это ничего не даёт. Нет. Это даёт всё. Дезинфекция рук и маски всё это даёт. Причём носить надо маску именно медицинскую. Почему? Потому что медицинская маска имеет два слоя. Сейчас мы находимся на Подоле. Какие здесь величественные эти дома. Так красиво. Подол вообще за последнее время стал очень красивым. Очень. Очень многие дома привели в порядок. А где же фуникулёр? Что ты здесь останавливаешься? Там нигде не остановимся возле него. Вон, какое тут здание с каким балконом. Ну, а что интересного можно увидеть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»